Оборона Брестской крепости летом 1941 года навсегда вписана в историю нашей страны. Пусть сама цитадель и находится теперь за пределами России, собственно она задумывалась в 19 веке как ключ к западной границе, дальше которой по замыслу Николая I не должна была ступить вражеская нога. Но проверки на прочность крепости пришлось ждать больше 100 лет. Николай I, понимая, что отношения с европейскими державами в ближайшей перспективе могут безнадежно испортиться, планировал создать на западе России целую сеть из 9 новых и полутора десятков уже действующих крепостей. К работе был привлечен Карл Опперман, выдающийся русский картограф, инженер и архитектор. Еще до вторжения Наполеона он создал атлас российских крепостей, спроектировал Динабургскую, Свиабургскую, Бобруйскую цитадели. Именно Опперман разработал проект Брестской крепости. Но, к несчастью, он не дожил до начала строительства, скончавшись в 1830 году от холеры. Воплощать проект Опермана в жизнь пришлось генералу Малорецкому и полковнику Фельдману. Крепость возводили прямо на месте старинной части Бреста на островах, образованных слиянием рек Западный Бук и Муховец, и несколькими искусственно прорытыми каналами. В 1833 году началось строительство первых четырех укреплений сначала из земляных валов. В 1836 году в основании цитадели лег первый камень. Центральное укрепление заняло место старого торгово-ремесленного центра города. Южное Волынское было выстроено вместо разобранного старинного Брестского. Замка. Северное, Кобринское, расположилось на месте бывшего городского предместья. Западное, Тереспольское, находилось на левом берегу Западного Буга. По периметру крепость защищал бастионный фронт высотой 10 метров и длиной 6,4 километра из земляного вала с кирпичными казематами внутри. Вдоль фронта прорыли канал с водой. Общая площадь крепости составляла 400 гектаров. Центральная цитадель располагалась на естественном острове, по периметру которого выстроили сомкнутую двухэтажную казарму протяженностью 1,8 километра. В 500 казематах казармы могли разместиться 12 тысяч солдат и офицеров. На территории крепости расположилось много церквей, монастырей и других капитальных каменных зданий. Многие из них использовали. В здании коллегии иезуитов на центральном острове поместили комендатуру. Базилианский монастырь перестроили под офицерское собрание. На Волынском острове в здании Бернардинского монастыря располагался Брестский кадетский корпус, а потом военный госпиталь. Центром архитектурного ансамбля крепости стала Николаевская церковь, возведенная в 1856-1879 годах на самом высоком месте комплекса по проекту архитектора Гримма. Крепость была введена в строй в 1842 году, но через 15 лет генерал Татлебен предложил ее модернизировать в связи с возросшей мощью артиллерии. Работы начались в 1864 году. Были построены западные и восточные рюдииты, подковообразные укрепления с внутренними казематами, пороховые склады. К 1888 году была закончена постройка 10 фортов первой линии, после чего оборонительный периметр комплекса Брестской крепости достиг 30 километров. В каждом таком форте можно было разместить по 250 человек гарнизона и батарею в 20 орудий. В 1911 году началась третья реконструкция. На расстоянии 6-7 километров от оборонительного периметра создавалась вторая линия фортов. Укреплялись существующие казематы, перестраивались казармы. Теперь линия обороны составила 45 километров. К началу Первой мировой войны линия крепостей обороны состояла из 14 фортов, 21 промежуточного опорного пункта, 5 оборонительных казарм, 7 пороховых погребов и 38 артиллерийских батарей. В работах принимал участие Дмитрий Карбышев, тогда царский офицер, а впоследствии советский генерал и герой Советского Союза. Использовать Брестскую крепость по прямому назначению в этот раз не удалось. Опасаясь окружения, 13 августа 1915 года царское командование приказало оставить ее. 3 марта 1918 года в помещении офицерского собрания был подписан Брест-Литовский мир, знаменовавший выход Советской России из Первой мировой войны. Крепость же оказалась под контролем поляков. В 1920 году в ходе Советско-Польской войны Красная армия без боя заняла Брестскую крепость, но после Рижского мира 1921 года вновь оставила. Теперь ее использовали как перевалочную армейскую базу и тюрьму для политических заключенных. В частности, там содержался Степан Бандера. В сентябре 1939 года Брест стал ареной ожесточенных боев. С 14 сентября небольшой гарнизон, около 2500 человек, при трех орудиях под командованием генерала Константина Плесовского, сдерживал атаки двух дивизий и нескольких вспомогательных частей вермахта. В штурме участвовали 77 немецких танков, а поляки не имели противотанковых средств. Все, что у них было, 12 танков Рено ФТ-17 времен Первой мировой. Однако поляки умело заблокировали этим танком ворота и вели точный огонь, уничтожив за 7 штурмов до 30 танков немцев. Правда, были потеряны все ФТ-17. Два орудия и до 40% личного состава. 17 сентября Плесовский приказал отступить, но около роты добровольцев остались в северном укреплении прикрывать отходы. Немцы полагали, крепость очищенной и были очень удивлены, встретив отпор. Но к Бресту уже подходили советские войска. Защитники крепости решили не оказывать им сопротивления и после передачи укреплений РККА тайно покинули цитадель. Утром 22 июня 1941 года в крепости находились около 9 тысяч советских солдат и командиров и порядка трех сотен членов их семей. По штату там должны были базироваться 6-я и 42-я стрелковые дивизии, артиллерийский полк, два отдельных арт-дивизиона, ПВО и противотанковые, множество отдельных частей и штабов. Но накануне 10 из 18 стрелковых батальонов и почти вся артиллерия были выведены на учения. Брать крепость должна была 45-я пехотная дивизия вермахта, прошедшая польскую и французскую кампании. Впрочем, советские 6-я и 42-я дивизия тоже успешно воевали в Финляндии. Штурмующие имели трехкратное превосходство в живой силе и абсолютное в огневых средствах. Танки практического значения не имели, немцы это прекрасно понимали с 1939 года. Полевая артиллерия не пробивала двухметровые стены казематов, а для двух 600-мм мортир имелось всего 8 снарядов. К тому же одну из них заклинило при первом же выстреле. Кстати, штурмовали брестскую крепость не немцы, а австрийцы. 45-я дивизия вошла в состав вермахта после аншлюса. Не будем комкать описание бессмертного подвига гарнизона Брестской крепости. Он заслуживает отдельного и подробного рассказа. Достаточно упомянуть, что судя по надписям, обнаруженным на стенах одного из казематов, последние защитники цитадели погибли или оставили ее позднее середины ноября 1941 года. Впрочем, о происходившем в крепости после июля говорить трудно. Сопротивление с самого начала носило очаговый характер без единого руководства и командования, а с последних чисел июня и без координации. Дело в том, что штурму предшествовал ураганный обстрел из всех артиллерийских стволов, начавшийся в четверть пятого утра. Немцы были знакомы с толщиной стен и прочностью построек Брестской крепости, а потому стреляли по выходам из казарм, предполагаемым местам сбора соединений, домам, комсостава, воротам. С самого начала они ставили целью изолировать в цитадели как можно больше военнослужащих, а потому подавляли артиллерии все попытки выбраться из нее. Именно поэтому в крепости собралось столько солдат и очень мало командиров, более того, гарнизону никто и не ставил задачу оборонять саму цитадель, просто выдвинуться на сборные пункты наши части не могли. Ни огонь, ни газы, ни полуторатонные авиабомбы, ни отсутствие воды и боеприпасов не сломили сопротивление. К примеру, 5% боевых потерь вермахта за 22 июня пришлось именно на Брестскую крепость. В конце концов, на руины цитадели Бреста рискнули привезти Гитлера и Муссолини, но вряд ли поездка подняла им настроение. Ни одного боевого знамени частей гарнизона в руки немцев не попало. Образцы боевой техники и орудия, якобы захваченные в крепости, свозились со всего западного округа, опасаясь, что последние очаги сопротивления не уничтожены. К моменту приезда Гитлера в августе подвалы большинства построек цитадели были залиты водой из буга. Из развалин у моста лидер нацистов взял оплавленный камень на память. Этот камень нашли в мае 1945-го советские воины на столе Гитлера в его берлинском кабинете. Статья, подготовленная Марком Альтшулером, публикуется в журнале «Военная история», номер 5 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Продолжение следует...